летом деревнях главное развлечение это праздник деревне у каждого свой персональный каждые выходные можно найти такое событие поблизости а уж тут самое интересное это вид грани распродажа разного барахла из сараев мэри организует что-то типа рынка вдоль главной улице своей деревне ну чисто музей под открытым небом куда там парижскому блошиному рынку тут такое увидеть можно начиная от деревянных саба какой-нибудь прапрабабушки ношенных переношенных и до старинных сервизов даже с гербом вся история региона на этих развалах и книжки с пластинками присутствует альбомы с фотографиями украшения фамильные правда все сплошь фальшивые не богат народ жил в регионе но по большей части оригинальные даже стильные а книжки старые можно лавку губинист открывать пластинки ну даже есть виниловые вот старые ну в общем любителю и знатоку тут раздолье весь день змеев воздушных запускают детям радости угощения разные тут буфеты с сосисками барбекю пиво рекой сидр рекой ну а к ночи фейерверт да какой каждая деревня старается соседи перещеголять по количеству и качеству чем-то весь этот бардак напоминает наши ярмарки разве что без скоморохов но это бывает артисты на ходоле клоуны разные так что почти как дома но у нас сейчас не лето зима но мы тоже решили устроить операцию вид грани вон животус привет всем с вами канал тандем франка рус мы с вами находимся нашем гараже вот надо сказать что мой муж большой любитель устроить бардак я вот в эти его сыраюшки и гаражи чердаки даже не лазит уж боюсь заблудиться ну вот например да вот этот угол где у него по идее инструменты ну вот как-то тогда вот тут что-то где-то даже как-то сложно дальше пошел угол спорта подводных всяких рыбалок и прочие ерунде не велосипеды вот все вот в таком до скутер тут же рядышком а вот здесь наверху вот если отодвинуть вот эту штуку вот видно отодвигается оттуда выезжает лесенка по этой лесенке можно забраться на чердак и там просто корды мирак и такой дворец чудес и у нас там это называлось двор объедков что ли как-то так вот в общем примерно все что называется гранье это такой сыраюшка около дома где я так подозреваю что именно там находится винная погребок кава моего мужа куда вообще он даже никогда я туда не ходила потому что я его каждый раз спрашивают мне сделаешь экскурсию быть там нечего смотреть давно уже все кончилось но каждый раз на столе появляются запыленные бутылки 30-летней 20-летней давности ну в общем там святая святых я так понимаю что мне туда просто хода нет вот здесь уголок где моется чистится пойманная рыба кустасе в общем то что приходит с моря она в кухню не заходит в нечищенную виде сначала все это чистится тут потом заливается водой если это моллюски чтобы они выплюнули за песок и только потом уже в таком нормальном виде это едет в кухню но и всякая химия она тоже хранится вот на полке в гараже чтобы домой и не заносить и вот здесь продолжение всяких приспособлений для рыбалок костюмы какие-то инструменты вот там в конце еще стеллаж для кроссовок и такой обуви для опять же рыбалок вело обувь такая спортивная у нас вид граньи мы сегодня рылись на чердаке с мужем вытаскивали всякие симпатичные старинные вещички я собираюсь это все почистить помыть и как-то украсить наш летний домик вот пока вот вот это вот мы нашли работы непочатый край но погод сегодня наимерзейшая дождь с утра и ветер северные холодно в общем из дома выходить не будем будем работать здесь сарайчик гранье ну как-то надо будет туда все-таки проникнуть посмотреть что же там такое а мы сейчас предпримем вылазку пойдем посмотрим что там такое сараюшки как-то я никогда раньше не озадачивалась вот он сарайчик гранье и мы сейчас посмотрим что там такое вообще зон такая нежилая всякую ерунду ухранят так не заперто упал но и не открыто вот интересно вам уж туда пройти тут инструмент и вот там я вижу большую рыболовную сеть для креветок ну почему же заперто может мой муж синие борода в этом сараюшки он хранит тела своих убиенных жен нет конечно скорее всего там такой бардак гораздо хуже чем то что мы видели в гараже хотя куда уж казалось бы хуже но он может тут ему полностью доверяют иногда совершенно пустом месте вот убранном месте за пару дней возникает такая гора хлама какие-то непонятные детальки какие-то вещички какие-то ночью все что угодно и антики ну все вообще расческа может там оказаться носки в этой куче и все и вот уже бардак ладно раз мы не можем туда пройти а если обойти дом вокруг попробуем помните это место когда мы тут дрова укладывали вот уже мало что осталось поленствовала с меня ростом да здесь то мы можем пройти спокойно без всякого ой мокро как вода прям хлюпает не застрять бы в этом болоте здесь раньше была большая тоже поленница вот все просло мхом но уже трава пробивается и летом то будет нормально как везде здесь единственное вот место не выберет и с травкой такой вот садик все остальное вообще выберет аналоса вот эта штука растет везде и всегда не знаю как называется но в любых условиях всегда и всегда вот это вот растение всегда растет на море здесь его очень много я здорово принесла его посадила в своем там мини садике теперь вообще от него не избавиться это бой бывший когда еще на рыбалку ездили вот он вырастает вот в такую ерунду красота воткнул один такой листок лопуха и он вот такой это это вообще ничто это еще росток все гораздо хуже обычно вот он хочет у нас тут малина но это не малина это мир наверное тип ежевики да похоже забавно я даже не знала что почему интересно дверь не открывается вот никаких замков нет мистика а по а тут замок как раз есть а нет попробуем ой 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 какой кошмар ну да ну нет в общем не так все и страшно вот этой штука ловит креветок вот такими сетями вон их тут сколько они ходят когда на охоту за креветками в море ночью так это чтобы брить лужайки стричь там наши пару великов ну и где-ка спрашивается я бы хотел сказать что здесь даже убрано все как-то более-менее на своих местах танки какие-то жуткие в общем тут вообще ничего интересного нету он какие часы вот часы надо будет забрать наверное в дом это скорее всего они не ходят для основной наверно еще там вот второй этаж есть вот если полезть по лесенке там наверное еще больше бардачный бардак а кажется я знаю где то ну-ка перелазим через все вот это вот вот она вот она пещера аладдина я не знаю как вам это показать ничего не видно в общем поверьте мне на слово здесь стоит стеллаж с бутылками освещение нет нам наверное со свечой приходить вот тут все и располагается понятно вот и все никаких секретов никаких убиенных жен прямо даже не интересно ну все экспедиция закончена выходим сейчас там гляди дождь начнется пойду накрывать на стол надеюсь вам понравилась наша маленькая экскурсия по нашим чердакам увидимся позже пока пока лента